И он там упоминает, именно разрыв родственных отношений является тяжелее, тяжелее, чем приводья. Представьте себе. Разрыв родственных отношений является тяжелым, нежели приводья. Сейчас, наверное, в нашу голову приходит, я такой хороший соображающий мусульманин, все ряд намазов, завершая уже на Азии, но никогда не делал преподнятии. Но в то же время, в то же время, с одним из родственников, близких родственников, он не разговаривает. Какая-то проблема у него с родителями, какая-то проблема у него с другими родственниками. Но он думает, что он такой оружейный. Вот в этом вся проблема, дорогие братья. Почему? Потому что, если человек сожалеет о своем грехе, при любодьянии, возможно, еще Аллаху Рахману, надеемся, что Аллах простит этому человеку. Но когда он раскрывает родственные связи, это не между ним и между Аллахом Субхану Абракуа. То есть, это уже перед родственниками другие видят. То есть, это взят больше, чем даже при любодьянии. Поэтому у нас, в основном, из-за чего эти Господи? Из-за того, что он не пришел на свадьбу моего сына, или же он что-то мне в лоб не отдал. Ну, такие вообще мелочные причины тоже мы сегодня находим. В основном, родственники это, где присутствует, наверное, самая такая сильная зависть. Вот, как среди родственников, зависть не бывает. Это тоже является одной из причин разгрывать родственные связи. Почему? Потому что, вот, когда, не то, что говоря уже о родственниках, между двумя братья, которая носила мать в своих ухтопе, девять месяцев, одинаково, кормила, вырастила. И после этого два батья между собой не разговаривали. Из-за чего? Из-за того, что там пять тысяч, десять, десять, из-за старшему брату, брату, мама больше отдала. Или там жена сказала, что чем тебя родитель больше лет от твоего брата. Ну, есть же такие проблемы. Они у каждого есть. В хадисе пророка, алейхиссаляму, говорится, что отец бедуин пришел к пророку, алейхиссаляму, алейхиссаляму, и попросил у него наставление на пусть встречи. Пророк, алейхиссаляму, то есть, арабы знают, что бедуины, алейхиссаляму, чуть грубыми людьми, и, конечно, своим грубым характером он прямо взял куздечку, вернулся к пророку, алейхиссаляму, алейхиссаляму, вот он, пророк говорит, дайте наставление. Таким жестким образом он поступил с пророком, алейхиссаляму. Просто, пророку, алейхиссаляму, я сказал Аллах, «О, посланник Аллах, расскажи мне о тех янях, то есть о поступках, которые меня приводят к краю, привезят меня к краю и отдадят меня от огня Аллах». Когда пророк, алейхиссаляму, сказал Аллаху, «О, посланник Аллаху, воля души, воля души, как и не шайя». Чтоб ты поклонялся Всевичному Аллаху и не выдавал за товарища, аминь Аллаху Субхану Аллаху, во то время, что ты совершал, и как на нас во Турке заката, что ты выплачивал закат во Турке, и что ты поддерживал родственные связи. Смотрите, дорогие братья, на каком месте по важности стоит именно поддерживание родственных связей, что ты поклонялся Аллаху, то есть что ты был не выдавал за товарища после того, как ты уверовал в Аллаху, после того, как не предавал за товарища, после намаза, после заката и наряду с этими такими важными столбами Ислама у нас идет поддерживание родственных связей. Дальше, Року Аллейхиссаламу Ассалам, то есть идут подчинник Абул Абун Али Абхав, он рассказывает, «Кут над чудесом, В один день, то есть как во время Альфа, после дня Альфа, мы сидели рядом с пророком Салабабу Алейху Салам, он сказал, попали, Пусть с нами не сядет тот, кто разрывает просто по неотношению, пусть он встает, отсюда не уходит, говорит посланник Аллаху Салабабу Алейху Салам. Никто говорит, не встал, кроме одного человека, который сидел уже в конце круга, сподвижников, он немного отдалялся и потом опять заебился, ему говорит, «В чем дело все-таки, кроме тебя никто не встал?» А ты нашему сказал, говорит посланник Аллаху Салабабу Алейху Салам. Я набил Аллаху Салабабу Алейху Салам. Салабабу Алейху Салам. Я услышал то, что ты говорил, я подошел к своей тете, с которой я разговаривал родственные отношения, с которой у меня плохие отношения. И ей рассказал, и вот как только он подошел к ней, она сказала, что же тебя привело, мы же не разговариваем с тобой, у нас такие не совсем хорошие отношения. Я сказал, что ты нам рассказал, о важности, поддерживание русской связи. Я говорю, ей проспил и она меня тоже проспила. Когда посланник Аллаху сказал, как же ты хорошо поступил, сказал посланник Аллаху, теперь садись. Милость Аллаха не приспосылается на народ, в число которых есть развивающихся добрых, хороших отношений со своими родственниками.